Уважаемый Марат Самвелыч, дорогие друзья, мы признательны вам за принятие нашего приглашения приехать в Москву для организации очередной трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, Азербайджана и Российской Федерации. И перед этой встречей мы имеем хорошую возможность провести двусторонний контакт, обменяться мнениями и по российско-армянским отношениям, и по различным региональным проблемам. Мы, безусловно, как и в последние дни, уделяем особое внимание ситуации в Лачине и в целом в Карабахе и очень хотим содействовать урегулированию гуманитарных, острых гуманитарных проблем, которые там возникли. Для этого есть все возможности у российского миротворческого контингента, но без сотрудничества сторон это сделать непросто. Ну и, конечно, мы готовы продвигать реализацию всего комплекса трехсторонних договоренностей между президентами России и Азербайджаном и премьер-министром Республики Армении, которые за последние годы были достигнуты, начиная с ноября 2020-го. Считаем важным двигаться вперед по всем трекам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, включая и разблокирование транспортных и экономических коммуникаций, и вопросы делимитации, и, конечно же, налаживание диалога между общественными структурами, между экспертами, готовы всячески этому содействовать. Особый акцент рассчитываем сделать на поиске развязок по проекту мирного договора между Баку и Ереваном. У нас есть ряд соображений, которые, надеюсь, будут небесполезны. Ну и, как я уже сказал, двусторонняя повестка дня ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз. У нас, упомянув в заключении, много интересных совместных проектов и в экономической, и в культурной сферах. Продолжается прирост товарооборота. Ежегодно стали проводиться Дни российской культуры в Армении. В июне эти мероприятия в очередной раз стартовали. Это, я считаю, важный вклад в совместную работу по укреплению нашего союзничества, укреплению единого гуманитарного языкового пространства и, в целом, в обеспечении интересов наших граждан. Еще раз очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Уважаемый Сергей Викторович, дорогие коллеги, рад приветствовать вас. Во-первых, хочу выразить благодарность за организацию этой встречи, очередной встречи министром иностранных дел Армении, Азербайджана, Российской Федерации. В эти дни, когда очень тяжелая, в первую очередь, в гуманитарном плане ситуация в Южном Кавказе, во-первых, я имею в виду гуманитарную ситуацию, кризис в Нагорном Карабахе, такая встреча, конечно, уже востребована. У нас есть политические процессы. Это, во-первых, проект договора о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. И, во-вторых, второй так называемый трек – это установление международного механизма диалога между Баку и Степанакертом, в результате которого должны быть гарантированы права и безопасность армян Нагорного Карабаха. Вот эти процессы параллельно должны пройти. Вы знаете, что мы максимально конструктивно настроены в этих процессах, настроены на решение, которое обеспечит долгосрочный мир в регионе. Однако, параллельно, к сожалению, в результате того, что азербайджанская сторона, вопреки договору 9 ноября 2020 года, и, вопреки решениям международного суда, устроила, организовала блокаду Нагорного Карабаха, закрыв Лачинский корректур, там самый настоящий гуманитарный кризис. И час от часу мы все ближе и ближе становимся к самой настоящей гуманитарной катастрофе, которую в 21 веке было трудно представить. Я надеюсь, что в ходе обсуждений, в ходе переговоров можно будет найти какие-то решения. Азербайджанская сторона, надеюсь, настроена конструктивно насчет того, чтобы открыть Лачинский корректур и позволить все-таки гуманитарным грузам, это, во-первых, продовольствие, медикаменты и все другие товары, которые нужны, позволят гуманитарным грузам все-таки попасть в Нагорный Карабах. Спасибо. Спасибо.